Кто стал обладателем Нобелевской премии по физике? Что такое цифровая дидактика? Извержение вулкана на Камчатке? Путешествие к астероиду психея? Всем привет! В эфире Универньюс, а в студии Валерия Кардашова. С 1954 по 1979 год Казанский государственный университет возглавлял профессор Михаил Тихонович Нужин. Его жизнь была неразрывно связана с этим вузом. 18 октября у памятника бывшему ректору Казанского университета прошло торжественное открытие Пипитра, где каждый желающий смог ознакомиться с историей жизни великого человека. Стоит отметить, что перед открытием прошли ремонтные работы вокруг памятника. Возложить цветы и выступить с речью прибыл Камилес Хаков, в прошлом мэр Казани. Именно он и поспособствовал облагораживанию территории. Вспоминаешь такие минуты свои студенческие годы. И, конечно же, тогда, когда мы здесь только поступали. С пацанами бегали. С пацанами бегали. Сступительный экзамен проходили. Я помню, было 17 человек на одно место. Это уже, я хочу сказать, элементы, которые начинают возбуждать в человеке. А во мне тогда это так и было. Некоторое уважение. И тогда, конечно, для нас ректор, даже одно слово это ректор. В наше время физика стала одной из важнейших наук, которая играет решающую роль в развитии технологий и инноваций. Теперь людям подвластны даже законы природы. Вскоре мы сможем не просто наблюдать за явлениями окружающей среды, а принимать непосредственное участие в них. Это доказали ученые, которые совсем недавно были признаны лауреатами Нобелевской премии по физике 2023 года. Изучение электронной динамики материи – это важное направление современной физики, которое позволяет понять основные процессы, происходящие на уровне электронов в атомах и молекулах. Как отмечают Шведская Королевская Академия Наук, ученым Ференцу Краусу, Анлиюе и Пьеру Агастини удалось получить ультракороткие световые импульсы, измеряемые в атосекундах. Лауреаты премии и их исследовательские группы стояли у истоков зарождения нового раздела атосекундной физики. Им пришлось применить хитрость и обойти некоторые, заложенные самой природой, ограничения, что, вероятно, позволит в будущем увеличить производительность современных компьютеров примерно в 100 тысяч раз, а также диагностировать заболевания еще на атомных изменениях. Это большое количество разработок. Это, можно сказать, целая отрасль в науке, связанная с тем, что вот был разработан, предложен, опробован такой вот новый инструмент, грубо говоря, фотографирования, визуализации очень быстрых движений, ну, в первую очередь, электронов. Разработанная технология с импульсами лазерного света настолько быстрая, что позволяет запечатлеть процессы перемещения электронов в масштабе одного атома, которые притекают практически мгновенно. И если ранее многие считали, что фемтосекунды будут нашим пределом, то Анлиюе на протяжении 20 лет доказывает обратное. Она и ее команда использовали инфракрасный лазер. Излучение пропускали через благородный инертный газ, который воздействовал на атомы и вызывал электромагнитные колебания, которые искажают электрическое поле, удерживая электроны вокруг атомного ядра. Исследовательские группы, независимо друг от друга, используя ультрафиолетовые вспышки описанного метода, создали разные способы атомно-скоростной съемки. Группа Агастини установила рекорд самого быстрого импульса за всю историю, который составлял всего 250 аттосекунд, и получил название «Пульс поезда». В свою очередь, группа Крауса изобрела метод, который позволил им выделить одиночный импульс из пульса поезда и измерить его длительность. Когда мы разрабатываем новые материалы, новые методики, конечно же, нам хочется знать, как организуются химические связи, из чего состоят молекулы, как вообще двигается электрон, как он эволюционирует. И вот этот инструмент позволяет увидеть это почти прямым способом. Но сфера применения, соответственно, от материаловедения до квантовых коммуникаций, передачи информации на большие расстояния, каких-то объемных вычислений. Важно, что аттосекундный импульс можно не только наблюдать и измерять, но и контролировать, создавая короткие вспышки света и фиксировать изменения вплоть до движения отдельных электронов. Труды ученых позволят отслеживать процессы на атомных масштабах. Это можно считать технологией, которая в будущем потенциально может изменить привычный образ жизни. Кристина Отекина, Александр Кузнецов, Универньюз. 18 октября в Институте филологии и межкультурных коммуникаций Казанского федерального университета стартовала международная конференция «Цифровая дидактика» от инсайтов до реальных технологий. В ней приняли участие педагоги как школьного профиля обучения, так и преподаватели высших учебных заведений. В стенах Казанского университета стартовала международная конференция, ключевой темой которой стали вопросы об организации процесса обучения в условиях цифрового общества. Другими словами, цифровая дидактика. Ежегодно в конференции принимают участие учителя дошкольного и среднего образования, а также преподаватели высших учебных заведений со всей России. Мероприятия проводятся в рамках Года педагога и наставника Республики Татарстан и ставят перед собой цель обменяться педагогическим опытом и новыми решениями в сфере цифровизации образования. На торжественном открытии с приветственной речью выступила заместитель министра образования и науки Республики Татарстан Минзелья Азакирова, которая отметила, что новые подходы в обучении играют важную роль в формировании будущего поколения. Казанский федеральный университет традиционно является платформой для воплощения лучших образовательных трендов. Сегодняшняя конференция тому подтверждение. В фокусе особого внимания, конечно же, национальное образование, создание условий для изучения родных языков. Следующий год, 2024 год, в нашей республике, райисом республики, объявлен годом научно-технологического развития. Это в рамках десятилетия науки и технологий в Российской Федерации и трехсотлетия российской науки. В течение двух дней обсудят вопросы, связанные с цифровыми технологиями и их применением в обучении. Сложностей немало. Внедрение новых методик обучения, новая форма подачи информации, реализация качественных проектов в школе. Однако для России нет ничего невозможного. В мероприятии приняли участие студенты Казанского федерального университета, которые отметили важность использования новых технологий для повышения качества образования. Были приглашены и заведующие детскими садами, которые за круглым столом обсуждали вопросы внедрения инновационных технологий в учреждениях дошкольного возраста. Площадкой для проведения конференции выступил Центр цифровых образовательных технологий едут в ТЧКФУ. Директор Центра Луиза Плотникова поздравила участников с открытием конференции и отметила, что благодаря активному сотрудничеству российских регионов, педагогика развивается в нужном темпе. В год педагога и наставника наша тема конференции, она у нас является особо актуальной. Так как мы здесь запускаем не только мастер-классы для педагогов, но еще и секционные заседания, там, где педагоги Российской Федерации и международного сообщества могут поделиться своим опытом работы в профессиональной деятельности. В рамках мероприятия была организована выставка о научных достижениях. На ней были представлены новейшие технологии, которые могут поспособствовать развитию не только молодежи, но и дошколят. 3D-принтер, очки виртуальной реальности и 3D-моделирование – это лишь немалая часть. Участникам было предложено опробовать на себе передовые разработки в действии. Мы сегодня представляем голографические системы NETAL DESK – это российские системы дополненной реальности, направленные на расширение методической базы современного педагога. То есть мы не просто скучными плоскими макетами привлекаем детей, а даем им возможность интерактивно, иммерсивно взаимодействовать с изучаемыми предметами. Вообще, мне кажется, эту тему поднимали в прошлом году, и глубины обсуждения не состоялось, потому что говорили больше о цифровых технологиях, о цифровом образовании. А вот дидактика должна ли она была меняться, и что такое цифровая дидактика? Как раз в этом году сегодня вот со спикерами, с залом получилось такое живое обсуждение этой тематики. Конференция «Цифровая дидактика от инсайтов до реальных технологий в КФУ» – это уникальная площадка для взаимодействия педагогов и преподавателей со всей страны. Такие масштабные встречи позволяют объединить знания учителей в области современных технологий. Скоро все разработки, представленные на выставке, будут пользоваться спросом. Николай Асуховский, Фарид Захитоглы, Универньюз. Ученые заметили активность вулкана Безымянный, который находится в Камчатке. По спутниковым данным, за прошедшие сутки резко увеличились мощности теплового излучения вулкане. Что прогнозируют ученые, грозит ли опасность от извержения, узнаете в сюжете. Во вторник, 17 октября, специалистами из Института вулканологии и сейсмологии была зафиксирована активность вулкана Безымянный, расположенного близ Ключевской сопки. Произошел выброс пепла на целых 3 километра, а это означает, что вулкан пробудился. Его последнее извержение произошло в 1956 году, и с того момента он считался спящим. На сегодняшний день это может стать историческим событием, ведь облако пепла поднялось на 11 километров над уровнем моря. Для геологического научного сообщества этот момент очень значимый, ведь возраст вулкана 7 тысяч лет, и его активность продолжается уже несколько десятилетий. Вулкан Безымянный, мы знаем, что это один из действующих вулканов Камчатки. Он последние 2 тысячи с половиной лет был активен в несколько периодов, так скажем, да, это третий период. Его активность началась в 1955 году, когда были первые извержения, и он до сих пор продолжает извергаться, когда-то он слабыми потоками извергается, иногда он просто выбрасывает пепел. Вот недавно как раз-таки, да, мы знаем, что было выброс пепла на небольшую высоту, то есть это только первые толчки, скажем, это небольшие, небольшой активности извержения, и на самом деле оно не такое страшное, да, но, так скажем, выброс пепла, который идет, он закрывает видимость, то есть это опасность для авиадвижения, да, могут быть перекрыты, ну, как некоторые рейсы, чтобы самолеты безопасно садились. После ряда землетрясений в 1955 году в вулкане началась активность, а к 1956 году на Ключевской сопке произошел катастрофический выброс магмы, и Камчатку залило лавой на 22 километра. Стоит отметить, что от самой лавы опасности ожидать не стоит. Ее разлив достаточно далеко от населения, но авиаперевозки придется отменить. Основная опасность таится в облаке, пепел из которого потом оседает на окружающей территории у вулкана. Именно поэтому над Камчатским районом ожидается сильный пеплопад, который несет главную опасность на текущий момент. Вулканический пепел очень абразивный и может нанести травмы кожи и слизистым. Вследствие этого людям, которые находятся вблизи Ключевской сопки, стоит переждать это природное явление дома. Да, в 1955 году его, так скажем, начался третий период активности, потому что до этого был, сейчас точные даты, не могу сказать, ну да, это примерно 2000 лет назад, 1000 лет назад, и вот 1955 год, это который для нас более важен, но и было самое сильное извержение в 1956 году, и потом его активность продолжается, вот в 2020 году, в октябре, по-моему, где-то он извергался, да, это выбросы пепла были тоже более мощные, чем сейчас, и также в 2022 году тоже были выбросы пепла. Сложно прогнозировать, как повысится активность вулкана и повысится ли. Ученые не исключают продолжение выброса пепла еще на 10-15 километров над уровнем моря. Самое важное, что наука позволяет фиксировать подобные природные явления с помощью различного технического оборудования, и человечество может наблюдать за такими редкими природными явлениями буквально в секунду происшествия. Валерия Карташова, Николай Осуховский, Фарид Захитуглы, Универньюз. Возникновение планет – один из самых загадочных этапов в истории Солнечной системы. Вопросов и гипотез здесь намного больше, чем каких-либо точных знаний. Однако не так давно компанией Илона Маска был успешно запущен зонд, который отправился в путешествие к одноименному астероиду Психея. Пару дней назад американское аэрокосмическое агентство НАСА с помощью ракеты Falcon Heavy запустило аппарат по изучению загадочного астероида Психея. Ему предстоит круиз в главный астероидный пояс к малоизученному небесному телу. Ожидается, что зонд доберется до Психеи в течение нескольких лет. А когда это произойдет, объект начнет изучать и собирать информацию, которая поможет не только заглянуть в далекое прошлое Земли, но и в ее центр, почти в буквальном смысле. Кроме того, исследование может пролить свет на вопросы о возможной добыче драгоценных металлов с астероидами и их влияние на будущее космические миссии. Основное назначение вот этой миссии космической заключается в том, что нужно исследовать космические ресурсы полезные. Много пишут о том, что там они хотят посмотреть первородную часть образования нашей Солнечной системы. Но это тоже одна из задач. Но самая главная задача, чем вот этот астероид Психея или Сайкея отличается от других астероидов. Астероид Психея один из самых интересных объектов в нашей Солнечной системе. Основной интерес к Психее вызывает ее состав и структура. Считается, что этот астероид представляет собой ядро высветленной планеты, которая могла существовать в прошлом. Большинство планет в нашей Солнечной системе имеют металлическое ядро, окруженное главным образом скалистой оболочкой. Психея предположительно является ядром такой планеты, разрушенной в результате столкновения с другим крупным объектом. Размеры Психеи также необычны. Ее диаметр составляет около 250 км, что позволяет считать ее астероидом главного пояса. Очень по большому счету сложно разогнать космический зонд, чтобы он долетел на такие большие расстояния. Поэтому делают так. Подлетает зонд к какому-то космическому массивному телу, вокруг него раскручивается, приобретает новый импульс и летит дальше. Ну вот вокруг Марса тут планируется, что он сделает такие вот реверансы и полетит дальше в область астероида Психея или Сайкея. Несмотря на то, что миссия требует большого объема научной работы и координации с различными техническими специалистами, она отражает нашу постоянную стремительность к познанию космоса и расширению наших знаний о Вселенной, в которой мы живем. Поэтому сейчас мы наблюдаем, как происходит важный шаг в изучении космоса и расширение наших знаний о составе Солнечной системы, происхождении астероидов и их роли в формировании нашего мира. Кристина Отекина, Александр Кузнецов, Универньюз. На этом все. В студии была Валерия Карташова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok